Сатирический киножурнал Музалам номер 5 Киностудия Азербайджан, фильм имени Джафара Джабарлы, 1972 год Насущный вопрос и последний хвост Автор Мухтарова, режиссер Облуч Да, но судя по твоим словам, ты что-то... Нет, милая, ты меня не поняла, клянусь, не поняла, да А? Алло? Алло? Слушаю Где же обещанное вами, товарищ, обещаясь за Д? Вы же обещались за три дня, уже третий месяц, не слуху Совершенно верно, Самет Гюльмамедович, я был занят, и это дело поручил своему заместителю А тут, чтобы у него шея свернулась Ладно, ладно, сворачивай мне шею, отложи Да Займись делом, делом! Слушаюсь Слушаюсь Как же твое обязательство, товарищ Краснобай Заде? Обещался за три дня, третий месяц, ни слуху, ни духу Обязательство? Конечно Разве я не поручил тебе подготовить оборудование для выставки? Верно, товарищ начальник По правде говоря, у меня было важное дело Я поручил главному инженеру, чтобы у него шея свернулась Ладно, ладно, сворачивай мне шею, отложи Работать надо, работать! Обещал за три дня, а уже третий месяц оборудование не готово Ты только распиваешь, как соловей Это дело я поручил начальнику цеха, а он, чтобы у него шея свернулась А сворачивай мне шею, отложи, делом займись, делом! Где твое обещание на целых три месяца задержал? Ну я ж поручил его бригадиру, чтобы у него шея свернулась Ладно, ладно, не время сворачивать шею Делом займись, делом! Вы же видите, и туда, и сюда. Я же тебе дело поручил. Я Мамеду поручил. Я тебе дело поручил, тебе. А я Мамеду поручил. Ну как ты Мамеду поручил? Я займись делом, займись, я тебе говорю. Делом надо заняться. Он еще отдавал. Ну что ты оправдываешься? Я делаю, говорю, займись делом. Пошел нахи на работе. Здравствуйте. Ай, 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 ай. Замый он попозорил нас. Взрослый мужчина, какая беска. Одну минуту, товарищ начальник. Работу, которую они перепоручили друг другу, давно готова. Готова? Да. А они меня еще бестолочью называют. А я не бестолочь, а хвост. А какой же хвост? А вот такой, последний хвост. Не слыхали? Нет. Есть пословица. Лиса описала лесу. А та перепоручила хвосту. Дела делишки. Авторы Исмайлов и Пашаев. Режиссер Джафаров. Мазалан, какие вести? Что-то прячешь ты, небось. Что же прятать, если много шарлатанов развелось? Это что еще такое? Это ты им дал острасти, что пустились на утек? Нет. Нет. Наверное, появился посетитель-новичок. Вот и ринулась орава, под собой не чуя ног, чтобы этот посетитель и опомниться не мог. Мазалан, что с этим парнем? Неужели умер он? Ни дыхание, ни движение. Поглядите, умер он. К докторам я обращался. Отвечали мне они. Тут лекарства не помогут. В самом деле, умер он. Это гамдула Нейматов? Да, Нейматов гамдула. Краснобай опять в ударе. Не удержит у дела. Нет, увертки не помогут. Наведу его дела. Что же нянчится с такими, Мазалан? Я не пойму. Дай такую оплеуху, чтоб запомнилось ему. Это он? Тарлан Шабанов? Да, персон из персон. Ты смотри, какой он важный. Перепутал что-то он. И позирует, как будто для доски почета он. Кладис мудрости, оратор, проповедник записной. Проходимец он завзятый. Шарлатанец день-деньской. Наш дружок, видать, не очень отличается умом. И читать, писать не может. И нисколечко при том. Что же нянчится с такими, Мазалан, я не пойму. Дай такую оплеуху, чтоб запомнилось ему. Надлежит крутые меры предпринять, в конце концов. Мертвых оградить от этих настоящих мертвецов. Где же Агапа Гусейнов? Агапа Гусейнов? Вот. И ему, видать, сегодня на орехи попадет. Лет за семьдесят, наверное. И взглянуть не слаб еще. А на кладбище ютится. Подожди хотя бы еще. Знать не знает он Корана. Отсебятину несет. Горы целые обмана и пошлятину несет. А на это вы взгляните. Хоть ковер ему стели. Даже руку, будто щуку, научил глотать рубли. Надлежит крутые меры предпринять, в конце концов. Мертвых оградить от этих настоящих мертвецов. А что говорят об этом в духовном управлении закавказских мусульман? Дорогие братья и сестры, вы приходите на кладбище для поминовения усопших родственников. Шаль, очень жаль, что от таких поминовений вашим покойникам нет никакого проку. Потому что все люди, читающие здесь поминальные молитвы, все люди, которые изображены здесь, проходимцы и деляги, безграмотные невежды. Они ради поживы с утра до вечера бродят по кладбищу и облегчают ваши карманы. Скорпион Автор Муганлы Режиссер Мурадов А вот он сам. Пожалуйста, начинайте. Ага. Увидевляем вас, что молодой хирург нашей клиники, доцент Гасан Агакерим Заде, нечестный человек. Если бы он был честным, то не было бы смысла скрывать своего имени и жить под чужим. Группа работников клиники. Опасаясь мести, мы не подписываемся. Что же вы прикажете мне делать? Ты должен доказать, что ты есть ты. Что вы сказали? Ты должен доказать, что ты есть ты. Пусть он докажет, что я не я. Ну, если бы я знал, кто он. Найдите. Ну, где? Тогда не у себя. Не у нас, не отнимайте времени. Эх, эх, эх. Письмо, поступившее на учет, отложить в сторону, чтобы он потом на меня настрочил. Чтобы написал, что я закрываю глаза на сигнал от трудящихся. Я тоже знаю, что письмо глупость. Ну, что поделать? Так что же вы хотите от меня? Доказательства. Вот доказательства. Ты что, смеешься? Паспорт может быть чужим. Паспорт мой. Все объяснение. А потом представь подтверждение двух человек, знающих тебя с детства. Сдадим в архив и дело с концом. Все. Я вырос в детдоме. Как? Ничего не поделаешь. Приказ есть приказ. Тебе следует доказать, что ты и есть ты. Иначе и собственная жена может тебя заподозрить. А где ты был до детдома? Кем ты был? Нет. Не пройдет. Гасан Ага вспомнил фронтового друга своего отца. А больные? Истина требует жертв. А представитель министерства? Его авторитет? А, чтобы из-за какого-то хирурга он был запятным? Он здесь не живет. Ввиду болезни переехал в Крым. Извините. Пожалуйста. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Все в порядке. А больные? Главный редактор Эйваз Борчалы.